В фильме «Подольские курсанты» есть интересный эпизод, в котором среди павших красноармейцев неожиданно обнаруживается живой боец. Остаются считанные минуты до погребения, однако благодаря внимательности одной из героинь удается спасти человека. Возможно, кто-то подумает, что это выдумка сценаристов. Однако, действительно, в истории существуют примеры подобного чуда. Правда, война – не кино, и поэтому реальность была куда страшнее. Известный случай произошел с генерал-лейтенантом Игнатием Ивановичем Карпизо в первые дни Великой Отечественной войны. Игнатий Иванович являлся настоящим боевым командиром с огромным опытом, добытым еще в период Первой мировой и гражданской войны. В марте 1941 года он был назначен на должность командира 15-го механизированного корпуса, формируемого в последнюю предвоенную весну. К сожалению, боевой путь 15-го корпуса очень короткий. В июле-августе 1941 года его личный состав окажется в котле по Думанию, а позже корпус будет расформирован. Однако, в первые дни войны бойцы под командованием Игнатия Карпизо вели тяжелые бои в районе Дубно-Луцк-Броды, пытаясь сдержать гитлеровцев. Вечером 25 июня командующим Юго-Западным фронтом был издан приказ о наступлении советских войск для разгрома группировки противника у города Радехов. Главный удар по механизированной группе противника нанести 8-м и 15-м механизированными корпусами, последний с 8-й танковой дивизии в соответствии с задачами, поставленными этим соединением приказом номер 00-15 на 25 июня 1941 года. Исходное положение для атаки занять к 4 часам 30 минутам 26 июня 1941 года. Начало атаки в 9 часов ровно 26 июня 1941 года. Военно-воздушным силам фронта с 4 часов начать бомбометание по местам скопления танков противника с целью максимального подавления к началу атаки. Атаку предварить и сопровождать мощными ударами с воздуха. Выполнить задачу личный состав 15-го механизированного корпуса не мог, так как приводил себя в порядок после многочисленных гитлеровских атак, отбитых 24 июня. Между тем, ранним утром 26 июня по позициям корпуса вражеские бомбардировщики нанесли авиаудар. К сожалению, противник знал о том, что незамаскированный штаб генерал-майора Карпизо находится недалеко от села топоров. Немецкая артиллерия заставила штабников Карпизо отказаться от парусиновых палаток. Многие штабные офицеры работали в щелях. Машинистка устроилась в неглубоком окопчике и поставила ундервуд прямо на бруствер. Отпечатав строку, она прислушивалась и, если различала нарастающий свист вражеского снаряда, быстро хватала машинку и вместе с ней скрывалась в окопе. Но землянок было мало, всего 2-3. Чтобы попасть в эту наспех вырытую лисью нору, надо было согнуться в три погибели. В землянке командира корпуса не было даже окна. Его заменяла дверь с откинутой плащ-палаткой. Из воспоминаний замполита 8-го механизированного корпуса Попеля. Когда налет закончился, командира корпуса нашли лежащим возле штабной палатки недвижимым и залитым кровью. Один из медиков, осмотрев Карпизо, пришел к выводу, что генерал-майор погиб. Оставшиеся в живых приняли решение похоронить Игнатия Ивановича недалеко от того места, где все это произошло. Однако, после захоронения к бойцам из штаба армии вернулся замкомандира корпуса, полковой комиссар Иван Васильевич Лутай. Узнав о судьбе своего комкора и боевого товарища, он не поверил сказанному и потребовал выкопать Карпизо обратно по другой версии Лутаю нужно было забрать документы генерал-майора. Приказ выполнили. Но самое интересное случилось позже. Когда Игнатия Ивановича подняли наверх, то кто-то из бойцов обнаружил пульс на его запястье. Стало ясно, что генерал жив и произошла чудовищная ошибка. Игнатий Карпизо выжил. После излечения в госпитале он служил в разное время в среднеазиатском и южноуральском военных округах. За годы войны награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени. В 1946 году Карпизо было присвоено звание генерал-лейтенанта. В 1959 году Игнатий Иванович вышел в запас. Не стало героического офицера в 1987. Нашего комкора Игната Ивановича Карпизо все мы очень любили и уважали. Человек крайне скромный и беззаветно храбрый, он всегда был там, где жарко. На войне, говорят, случается такое, что ни бог, ни черт предвидеть не в силах. Именно такое произошло с генералом Карпизо.